Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Нашествие саранчи – это почти библейский апокалипсис, о котором наслышаны многие. Эти насекомые олицетворяют разорение, предзнаименование, беды и бог что еще. Но всегда это означает нечто плохое и ужасное. Сегодня у нас в гостях как раз этот вестник о пришествии бедствия. Саранча, они же акриды. Это несколько видов насекомых. Подотряда короткоусы – прямо крылые. Они способны образовывать крупные стаи численностью до сотен миллионов особей, мигрирующие на значительные расстояния. Особенностью биологии саранчи является наличие двух фаз – одиночной и стадной, различающейся морфологией и особенностями поведения. Слово «саранча» заимствовано из тюркских языков и обозначает «желтый». А первое летописное упоминание о нашествии этих демонических созданий на Русь относится к 1008 году, результатом которого был массовый голод. Потом нашествие повторилось в 1094, 1995, 1103 и 1195 годах. Похожие напасти повторялись весь XVI-XVII века. Крупнейшее за всю историю человечества. Нашествие саранчи произошло в США в 1875 году. Стая саранчи из штата Техас распространилась на Запад, но через некоторое время, произведя колоссальные опустошения, исчезла так же неожиданно, как и появилась. Людишки, как обычно, весьма посредственные природные явления обожествили и снабдили неким сакральным смыслом. Саранча встречаются практически повсеместно, за исключением самых холодных районов. Длина тела саранчи колеблется от 1 см у луговой саранчи, до 10 см у пустынной. На самом деле это зловещее насекомое отличается от кузнечиков и сверчков, только длиной усиков короче. Так в чем же внушающий всем страх и трепет секрет этих дам? Просто ежедневно одна особь саранчи съедает количество растительной пищи, равное и ее собственному весу. При этом умывают стаи саранчи, насчитывающие несколько миллиардов особей. Они образуют целые летучие облака или тучи, площадь которых может достигать тысячи квадратных километров. А теперь посчитайте, сколько этим малышкам нужно еды в день. А для большего устрашения людишек саранча просто трясет крыльями. Когда крылья саранчи трутся друг от друга, раздается характерный скрипучий звук. Шум, производимый в полете, в стае из нескольких миллионов насекомых можно принять загром среди ясного неба. А это в нашей голове воспринимается как гнев Всевышнего. Живет саранча на самом деле не так уж и мало, от восьми месяцев до двух лет. За это время такая орда может много чего уничтожить на своем пути. Помимо качественной еды в огромном количестве, саранча знает толк и в хорошем сексе. В принципе, что еще надо в жизни, любовь и вкусняшки? Заниматься прелюбодеяниями дьявольское насекомое может аж 20 часов без перерыва, после чего самочка бурит землю, чтобы спрятать туда клад из яиц. Потомство вылупляется примерно через 12 дней. Собственно, у появившейся на свет нимфы есть две ветки мутаций. Разница между развитием настолько велика, что поначалу ученые думали, что это два разных вида. Если нимфа живет на сочном зеленом лугу, где много пищи и мало сородичей, то через несколько линик она перекинется в одиночную форму. Теперь и разберем эти классы. Класс «Одинокий волк» имеет толстенькое пузико и слабо развитые крыльевые мышцы. Все, что может эта модификация, это лениво отлететь на пару метров от мимо проходящей коровы. Однако, у них есть свои плюсы. Они окрашены в зеленый цвет, что им придает немного камуфляжа, а еще они имеют сильный половой диморфизм, а в заднюю пару лапок интегрированы навороченные музыкальные инструменты. Каждый уважающий себя самец может устроить настоящий концерт аж из четырех песен, ведь ради размножения приходится скрипеть на всю поляну. Если же нимфа живет на выжженном солнцем лугу, где регулярно дерется за редкие травинки с такими же нимфами и убегает от прокачанных сородичей, то по достижению зрелости из нее получается стадная форма. Эти особи имеют черно-коричневую окраску и стиль унисекс, потому что самец и самка почти неразличимы. Однако этому классу дьявол выдал, во-первых, заточенное под полет тело. При благоприятной погоде саранча может разогнаться до 16 км в час и преодолеть за световой день не одну сотню километров, а во-вторых, этот класс имеет возможность основать свою стаю, собраться группой в пару миллиардов особей и лететь гнобить людишек путем уничтожения их еды. Одна такая стая, кстати, ухитрилась из Африки долететь до Карибов и загадить все на своем пути. Крылатые мигранты съедают все зеленое и все, что было зеленым. Чем несказанно радует местное население? Ради справедливости скажу, для пораженных засухой районов, которым урожай так и так не светит, кара Божья превращается в питательных мигрантов, а то и единственное спасение от голода. К слову, за пару часов туча саранчи может уничтожить тысячи гектаров посевов. Одна стая саранчи может насчитывать примерно 50-60 миллиардов особей. Такая компания съедает за один день около 60 тысяч тонн растительной пищи, что равно их собственной массе. Учеными высказано предположение, почему насекомые образовывают рой и каким образом получается нашествие саранчи в определенный момент. Оказывается, все довольно просто. При массовом скоплении саранчи они соприкасаются телами, друг об друга, на протяжении продолжительного времени. От долгого трения, особого мест на лапки насекомого, в мозг подается импульс с информацией. Особей на одном месте слишком много, пища скоро закончится, поэтому нужно сбиваться в стаю и перемещаться в поисках новой еды. Чувство голода подталкивает полчища саранчи на поиски еды, и никакие расстояния их не пугают. Может, скорость передвижения и не слишком высока, зато дальность полета исчисляется тысячами километров. Менее агрессивные акриды, видя, что у родственников поехала крыша, начинают спасаться бегством, для чего тоже стараются держаться стаи, ибо в группе шанс выжить при нападении кишника у каждого отдельного члена в десятки раз выше, чем если бы он спасался в одиночку. В итоге миграция саранчи идет как бы двумя потоками. Впереди несется толпа беженцев, а за ней – орда преследователей. А вам уже стало понятным, куда в конце концов исчезают полчища этих ужасных насекомых. Просто те, кто выжил во время переселения и смог запасти в себе достаточное количество белка, опять превращаются в мирных кобылок и расходятся по домам. А как вы думаете, зачем такие непонятные приступы агрессии, голода и массовых манифестаций среди обжорливых насекомых было нужно матушке природе? Пишите свои предположения в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok